Привет, друзья! С вами Ухты Кухня. Упростила себе жизнь. Готовлю ленивые хачапури за 10 минут. Поверьте, это очень вкусно и просто. В миску разбиваю 2 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тогда лепешки получаются пышные и вкусные. А это закон подлости. Как всегда. Да. К яйцам добавляю немного соли, щепоточку и обязательно чайную ложечку сахара. Сюда же. Все хорошо взбиваю с помощью венчика. А вот так вот. Вливаю 500 мл кефира. У меня домашний молочко скисло, поэтому напечем вкусных лепешек. Снова немножко перемешиваю. Пришел черед сыра. А граммов 100. Любого, какой есть. У меня, друзья, даже немножко подгулял. Сына нету. Некому есть сыр. Некому есть сыр, да. Высыпаю в кефир на яичную. Смесь. Сюда же, по желанию, можно добавить творог или, как у меня, немножко брензы. Тоже завалялось в холодильнике. Я оставляю тебе, а ты оставляешь мне. У нас, друзья, так часто бывает. Не, ну на меня с холодильника ничего не выпрыгивает. Ну, понятно. Если на сережку с холодильника ничего не выпрыгивает, значит оно все остается, пока не пропадет. Добавлю для мужа острых ощущений. Сюда же одну столовую ложку растительного масла. Снова немножко так подмешаю. Осталось дело за мукой. Конечно же, буду просеивать и ориентироваться по консистенции теста. Я думаю, граммов до 200. Вот такое тесто получается. Чуть-чуть жиже, чем на оладушке. И в самом конце, друзья, добавляю одну чайную ложечку без горки соды. Даже чуть-чуть оставлю в ложечке. Снова все перемешиваю. О, пошел процесс. Прям хорошо-хорошо надо перемешать, чтобы сода равномерно распределилась. Посмотрите, какое тесто. Вот такое получается. Все, убираю венчик. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Вот так вот, друзья, смазываю кисточкой. И бока тоже. Беру тесто. Выкладываю на серединку. Примерно два половника. У меня небольших. И вот так вот, аккуратненько, красивенько распределяю. Ждем 2-3 минутки. Друзья, пахнет обалденно. Примерно через пару минут нужно лепешечку перевернуть. А вот так вот, оп. Посмотрите. Ух ты! Да, какая красота. Еще 2-3 минутки. Да, друзья, нагрев у меня под сковородой минимальный. Чтобы все хорошо пропеклось и поднялось. Лепешку можно покрутить с двух стороночек, чтобы хорошо пропеклась. Посмотрите, вообще класс. Танечка, мастерство ты не пропьешь. Сережка, так сколько ж я блинов в своей жизни перепекла и переворачивала. Приворачивала. Это точно. 2-3 секундочки и можно снимать. А просто вот так вот. Опа. И продолжай. Да. Снова смазываю сковороду немножко растительным маслом. Красота, трататас. Друзья, покажу же вам, какие лепешечки получаются в серединке. Посмотрите. Класс. Сыр тянется. Сыр тянется, пористая, мягенькая, мягусенькая, мягусенькая. Это очень вкусно, особенно со сметанкой. Так, берем, вмакиваем и сережки в рот. Наконец-то дождался. Давай. Это тебе за то, что ты мне выставил в прошлом видео. Вкусняшку тебе такую. Ну и это готово. Ставьте лайки мне. Всем приятного аппетита и мудрых жен. Да, и блинов вкусных. А у меня вот это вкусно. Сейчас сережка у меня и сковородка сгорит. Пока. Новый купим. Купим. Ну что, надо же перевернуть. Вот так. Да. Все, ставьте лайки, друзья. Вся печка, все в тесте. Зато я перевернула. Ха-ха-ха, ставьте лайки. Красотка. По-моему, только мне выставить сережку. Ни за что. То есть, первый раз простила, в этот раз не прощу. А у меня, друзья, сегодня ленивые хачапури. Ну что, вкусно? Ты что, снимаешь? Да. Ты же меня снимаешь, и я тебя снимаю. Люблю тебя, очень вкусно. Благодарю. На здоровье. Сколько уже съел? Все почти сейчас доем, пока ты снимаешь. Ну я тоже шучусь, да? Такие вот вкусняшечки получились. М-м-м, пушистики. М-м-м-м-м.